Здравствуйте! В студии Мария Бачина. Сегодня я и мои коллеги расскажем вам о самых значимых новостях региона. И коротко о главных темах. Большое интервью. Губернатор Игорь Кобзев два с половиной часа отвечал на вопросы журналистов. Лучшие из лучших. Подведены итоги регионального конкурса «Журналист года». А теперь об этих и других новостях подробнее. Несколько важных законов накануне подписал президент России Владимир Путин. Так, один из них ограничивает рост ставки по ипотеке, если заемщики отказываются от страхования. Норма вступит в силу с июля 2024 года. Тогда же начнет действовать и закон, запрещающий взымание банковских комиссий с коммунальных платежей для граждан, нуждающихся в социальной поддержке. Новшество коснуться и сферы образования. С 1 сентября следующего года школьникам будет запрещено использовать мобильные телефоны на занятиях. В России хотят поручить охрану детсадов, школ и техникумов сотрудникам Росгвардии. Такой законопроект будет внесен в Госдуму 20 декабря. Сегодня образовательные организации на договорной основе охраняют частные предприятия. Однако зачастую они оформляют на работу охранников, не имеющих лицензий, специальной подготовки, иногда являющихся гражданами предпенсионного возраста. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках ежегодной пресс-конференции ответил на вопросы журналистов. В мероприятии приняли участие свыше 80 представителей федеральных, региональных и районных средств массовой информации, а также блогеры и лидеры мнений. Всего поступило около 100 вопросов, в том числе части в видеоформате. Встреча длилась порядка двух с часов. Глава региона успел ответить на более чем 20 вопросов. Первый вопрос с отсылкой на итоговую пресс-конференцию Владимира Путина о продовольственной безопасности. В частности, журналисты поинтересовались ситуацией, связанной с подорожанием яиц. Глава Приангарья заверил, что эта тема находится на контроле. Сегодня производители МАС-5 достигли договоренности, фиксированная продукция будет от первой, второй, третьей категории от 75 до 80 рублей. Они в формате готовы предоставлять ее на рынок. Второй вопрос от телекомпании «Актис» касался подростковой преступности. Эта тема стала особенно актуальной после громкого убийства школьника в Иркутске. Игорь Кобзев сообщил, что здесь важна планомерная работа не только с детьми, но и с родителями. Только вовлеченность всего общества в решение этой проблемы поможет исправить ситуацию и не допустить повторных трагических событий. Большое внимание на пресс-конференции было уделено теме номер один в России специальной военной операции. Сегодня в регионе оказывается 39 различных мер поддержки семьям участников СВО. Последнее дополнение – компенсация затрат на твердое топливо. Организационный момент остался. Муниципалитет составляет списки. Мы их состыкуем с Центром поддержки семьи, с нашим фондом защитников отечества. Я готов в январе все это подписать, компенсировать. В общем-то это тоже одна из форм поддержки, потому что в прошлом году было очень много обращений, что здесь там не получили, здесь не получили. Сегодня мы централизовали. Это нормы недавно ввели. Я думаю, что это очень важно для семьи, когда компенсацию они могут получить для использования твердого топлива в качестве основного, ну и вообще в качестве продукта отопления. Поэтому спасибо всем. Уверен, что на этом не останавливается. И президент сказал, что до победы. Значит, работаем до победы. Глава региона рассказал, что несмотря на плотный график, читает некоторые региональные и федеральные телеграм-каналы. По словам Игоря Кобзева, в его подборке порядка 15 таких аккаунтов, которые он просматривает по вечерам. Кроме того, губернатор старается находить время на чтение комментариев и в своем канале. Для многих это возможность все-таки решить какие-то проблемы, достучаться. Особое внимание я уделяю, конечно, это мобилизованным. Для меня это вот такая важная часть. Те, кто участники специальной военной операции, сегодня много вопросов идет от добровольцев, которые не попали, знаете, в наш реестр компенсации, там, возможность оплаты каких-то структурных. Президент сказал, что все равны. Мы ждем этого решения для того, чтобы все равны, кто там, на передовой, в зоне специальной военной операции. Поэтому я тоже буду это решения. Мы все сразу корректировку внесем. Для меня тоже это неправильно. Все должны, кто там был, неважно, с какой он областью уходил, там, или как он уходил, по желанию, может, там, другие какие-то были причины. Но я считаю, что это должно быть. Вы знаете, у нас есть закон областной, и мы даем компенсацию. Вторая категория – это многодетные семьи и семьи, оставшиеся там без подключения родителей. Очень много мне, в общем-то, звонят из числа детей в сирот, связанного с предоставлением жилья. Отвечая на вопрос про восстановление исторических зданий, Игорь Кобзев подчеркнул, что этому направлению также уделяется пристальное внимание со стороны регионального правительства. Так, в 2024 году начнется ремонт здания Дома офицеров. Его планируют завершить к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, которая будет отмечаться в 2025 году. В ходе пресс-конференции были затронуты все основные сферы жизни региона – образование, здравоохранение, строительство новых объектов, благоустройство территорий и обеспечение мобильной связью жителей отдаленных населенных пунктов, работа систем жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, развитие туризма, поддержка молодежных инициатив, строительство и реконструкция дорог и многое другое. Андрей Иванов, Александр Черник. Местное время. В Иркутске назвали имена лучших журналистов региона. Итоги ежегодного конкурса подвел глава «Приангарья» Игорь Кобзев. В числе награжденных и сотрудники телекомпании «Актис». Все подробности далее. Итоги подведены. В Иркутской области завершился конкурс «Лучший журналист 2023 года». Он проводится в регионе уже более 20 лет. И каждый раз награду достаиваются лучшие из лучших. В зале сотрудники телекомпании, радио, печатных изданий и интернет-порталов. Решение, кто из них станет победителем, тайным голосованием принимает специальное жюри. Председателем конкурсной комиссии уже третий год подряд является глава «Приангарья» Игорь Кобзев. Для меня особая честь возглавлять. Это важное, я считаю, организационное мероприятие. И очень важно сегодня почувствовать возможность каждому из вас сказать командирское спасибо. Или губернаторское спасибо. Я хотел бы вас лично поблагодарить, каждого из вас, за то, что вы сегодня делаете. Не просто, сразу скажу, многие формируют повестку вопреки всему. Но это ваша жизненная позиция, это ваша гражданская позиция. И спасибо вам за это. В этом году жюри отсмотрело более 300 работ. В финал вышли 53 автора. В номинации «Телевизионный корреспондент районных СМИ» лучшим признали нашего коллегу, редактора телеканала «Актис» Андрея Иванова. Победа была присвоена за серию материалов, посвященных проблеме сиротства. Без вины виноватый ребенок с детства жизнью нещадно побит. И тот путь, что прошел он с пеленок, многим еще предстоит. Действительно, это большая честь. И это не моя награда, это весь коллектив, операторы, монтажеры. Всем им спасибо. Спасибо телекомпании «Актис». В финал конкурса вышел и проект телекомпании «Актис» «Призвание учить». Его главная цель – еще раз напомнить жителям при Ангаре о значимости профессии педагога. И что примечательно, все его выпуски проходят в прямом эфире. Также лауреатом творческого состязания стала корреспондент нашего телеканала Наталья Хмелева. Она отмечена жюри за материал об облике Ангарского округа, а также отправку мобилизованных в зону СВО. В числе победителей из города нефтехимиков и Ирина Бритова, газета «Ангарские ведомости». Ее аналитический материал «Долги тяжкие» стал лучшим среди районных средств массовой информации. Обладателями специальной награды «Золотое перо» стали Елена Малышкина и Ольга Ренчинова из ГТРК «Иркутск», а также Людмила Прудникова из газеты «Ленская правда». Антон Бархатов, Наталья Хмелева, Александр Черник. Местное время. В Сверске полицейские в течение часа задерживали подозреваемых в особо тяжких преступлениях. В дежурную часть поступила информация от девушки, работающей в такси. Она сообщила, что в приложении ей пришло письмо от коллеги с просьбой о помощи. Добравшись до места, она нашла его без сознания. Прибывшие на место сотрудники МВД обнаружили тело 27-летнего таксиста с ножевым ранением. А в 150 метрах его автомобиль с порезанными шинами. Что совершили? Человека убили. Как? Каким образом? Я его не убивал, убивал. Я его такси не трогал. Как? Каким образом? Выбивали с другом такси. Мы хотели завладеть транспортным средством. Кроме того, оперативники выяснили, что за несколько часов до убийства таксиста злоумышленники проникли в дом к пенсионерке, где лишили жизни пожилую хозяйку и похитили 25 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. В Усть-Куте за одну ночь сгорело два многоквартирных дома. Возгорание произошло в деревянных строениях на улицах Седова и Шорса. В результате происшествия без крова остались более 60 человек. Двое из них получили ожоги и отравление угарным газом. Сейчас администрации района и города решается вопрос о временном размещении погорельцев. Предварительной причиной пожара в обоих случаях стало короткое замыкание. В 24 деревнях Иркутской области в следующем году появится мобильный интернет. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития России. Приоритетные населенные пункты для подключения выбрали в ходе народного голосования, которое проводилось с 17 июля по 10 сентября. В нем поучаствовали 29 тысяч человек. Подробный перечень победителей можно найти на официальном интернет-портале областного правительства. Подключение отдаленных территорий проводят в рамках федерального проекта устранения цифрового неравенства. Стоит отметить, что в 2023 году к мобильной связи и интернету стандарта 4G подключили уже 42 населенных пункта. В Ангарском округе ведется активная подготовка к предстоящим новогодним праздникам. На пресс-конференции, посвященной безопасности населения города нефтехимиков, главный момент отметили представители здравоохранения, полиции, пожарных частей и первые лица округа. В частности, речь шла об употреблении алкогольной продукции несовершеннолетними. Где-то нарушение продажи алкогольных напитков именно взрослыми. То есть, если до 18 лет детям нет возможности покупки и продажи в торговых точках алкогольных напитков, то у нас есть очень такие доброжелатели, взрослые, которые несовершеннолетним приобретают алкогольные напитки, не понимая, что ставят под угрозу здоровье наших несовершеннолетних. Наряду с этим специалисты напомнили о безопасности детей на льду, действиях при возникновении пожара и правилах дорожного движения. Новогодние праздники в России пройдут с 30 декабря по 8 января включительно. В Москве завершился международно-кремлевский благотворительный кадетский бал. В нем приняли участие почти 3000 человек из более 780 образовательных учреждений России и других стран. Иркутскую область представили Ангарская школа номер 37 имени Героя России Аркадия Королькова. Шесть лучших учеников прошли серьезный отбор, чтобы получить право отстаивать честь родного региона на мировом уровне. Мне очень понравилась эта поездка, потому что это первый раз вообще в моей жизни такое происходило. Это крупномасштабное мероприятие, но оно надолго у меня запомнится в памяти. Мы с ребятами хотели бы поблагодарить нашего хореографа Банникову Людмилу Дмитриевну, которая в течение двух месяцев разучила с нами танцы и научила нас их танцевать грамотно и правильно. На восьмом международном кадетском балу приняли участие делегации из Объединенных Арабских Эмиратов, Сирии, Шри-Ланки, Катара, Боливии и других стран мира. Глава проекта Юлия Кирпичникова отметила, что такое мероприятие отражает идеи дружбы народов, а также общечеловеческих ценностей. Такие новости к этому часу. Подписывайтесь на телеграм-канал «Актиз Ангарский при Ангаре», чтобы всегда быть в курсе событий. Далее вас ждет прогноз погоды. А с вами была Мария Батчина. До новых встреч в программе «Местное время». Редактор субтитров А.Семкин